Всем привет! Вы на канале Арен Кратос и меня зовут Арман. В данном видео я подготовил массу интересных мифов в Mortal Kombat, которые я бы хотел проверить. Что будет, если огненный шар Скорпиона столкнется с ледяным шаром Саб-Зиро? Что если выиграть за детеныша Деворы? Что если сделать фаталити на Кронике? Эти и другие мифы мы проверим в данном ролике. Поэтому, если данное видео вам понравится, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Заварите чайку, ну а мы начинаем. Не будем тянуть время и сразу перейдем к первой проверке. Сейчас мы узнаем, что будет, если столкнуть огненные и ледяные шары одновременно. Как вы можете знать, данные снаряды имеют приоритет над другими летящими снарядами. Но как поведет себя игра в данном случае и продумали ли разработчики такой исход? Что ж, давайте это проверим. Ага, как мы видим, действительно, ни один из снарядов в таком случае не получает приоритет. Шары при столкновении просто взрываются, вызывая прикольный эффект. Респект разработчикам за продумывание данной детали. Следующий миф гласит о том, что если нанести финальный урон друг другу одновременно, то никто не умрет, а игра продолжится сама по себе. Что ж, сильное заявление. Проверять, конечно же, буду. Смотрим. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Интересно, всегда происходит одно и то же. Кажется, я нашел способ превратить матч в Mortal Kombat в бесконечный. Хоть и в реальном матче это вряд ли удастся повторить. Следующее, что мы проверим, это что будет, если выиграть за детеныша Деворы. В Mortal Kombat 11 у Деворы есть способность, где в случае смерти она выпускает детеныша, который будет продолжать бой. Что ж, интересно, если мы выиграем за детеныша, будет ли возможность провести фаталити или будет интересная анимация? Вперед проверять! Ну, не такого результата я ожидал. Деворы просто оживает чудесным образом и все встает на свои прежние места. Как-то даже обидно, что разработчики не продумали такую деталь. Но я решил попробовать проиграть за жука. И неужели Девора в таком случае тоже оживет? Ну, ребята, сказать, что я разочарован, это ничего не сказать. Девора решила ожить, чтобы снова откиснуть. Очень жаль. Следующий миф гласит о том, что если вылететь за пределы карты в Mortal Kombat X, то можно увидеть что-то интересное. С помощью модов на свободную камеру я могу это сделать. Но осмотрев множество карт, я ничего примечательного не заметил. За исключением одной. И вот тут я реально офигел. Смотрите сами. КОНЕЦ Целый логотип Mortal Kombat затесался на одной из арен. Вот за это разработчикам отдельный респект. Впихнуть такую пасхалку, которую даже не заметить без модов. Это очень круто. Как вы знаете, когда вы выполняете чистую победу над противником, то Диктор об этом несомненно упоминает. Но что если выполнить фрэншип и при этом закончить бой чистой победой? Будет ли Диктор что-то говорить? Или будет какое-то упоминание? Вперед проверять! Действительно, появляется целый отдельный флажок с надписью «Чистая победа». Разработчики не забывают про свои традиции и это безусловно радует. А сейчас мы узнаем, что будет, если выполнить фаталити на Кронике. Как вы знаете, Кроника это босс-персонаж и на ней нельзя выполнить отдельное фаталити. Но с помощью модов это можно сделать. Я выбрал Кронику в качестве своего противника и сейчас мы проверим, из чего она состоит. Опа, я не знаю даже что сказать, результат вы видите сами. Давайте пойдем дальше. Что если пройти башню за Кронику? Ведь этого персонажа нельзя выбрать. А вдруг разработчики подготовили целую секретную кат-сцену на такой случай? Сейчас я в финальном бою в башне против Кроники. Если я ее выиграю, то по идее должна запуститься финальная сцена. А жаль, честно говоря, у меня изначально не было никаких надежд на этот эксперимент. Но проверить, думаю, стоило. А сейчас мы проверим, что будет, если выполнить фатальный удар одновременно. Как вы можете знать, фатальный удар ломает любую броню. Даже броню другого фатального удара. Но что если они попадут одновременно? Давайте узнаем. Я делал фатальный удар одновременно много раз подряд. Приоритет в таком случае получает либо первый игрок, либо второй. И, честно говоря, ощущение, что приоритет дается случайным образом. Но чаще всего первому игроку. То есть игроку слева. Странно это как-то, но имеем, что имеем. Следующий миф гласит о том, что после того, как Джонни Кейдж выполнит бруталити, то при нажатии определенных кнопок, а точнее кнопки фатального удара и верх 2, фигурка Джонни будет показывать средний палец. Что ж, давайте сначала посмотрим, как ведет себя фигурка Джонни после обычного бруталити. Теперь давайте посмотрим, что будет, если нажать соответствующую комбинацию. Опа, а вот этого я не ожидал. Какой грубиян? Миф подтвержден. Очень классная, хоть и маленькая деталь. Следующая легенда гласит о том, что у Джонни Кейджа есть секретная анимация, когда он надевает очки. У Джонни Кейджа в Mortal Kombat 11 много различных очков, и его самые фирменные, это, конечно, очки за 5 сотен. Эти очки стоили 500 долларов, урод. Давайте посмотрим сначала на обычную анимацию. Теперь на секретную анимацию. Да ладно, действительно, анимация уникальная и отличается от той, что мы видели ранее. Это очень круто. Молодцы разработчики, что оставляют такие мелкие детали. Пока я делал этот ролик, мне сказали, что если надеть костюм мимо Джонни, то будет также другая анимация. Интересно, как всегда, смотрим на обычную анимацию. Теперь на уникальную. Интересно, такое только у Джонни есть? Нужно будет поискать еще на других персонажей. Следующий миф гласит о том, что у Эррона имеется пуля со своим именем. Для каждого противника Эррон подготовил отдельную пулю. Но зачем ему пуля со своим именем? Неужели для того самого случая? Давайте проверим это. Обалдеть! Эррон действительно имеет пулю, но не со своим именем, а на ней просто написано «Я». Не будем думать, для чего ему понадобилась эта пуля. Еще я заметил, что Эррон имеет уникальную пулю и для хищника, DLC персонажа в МКХ. На этой пуле написано «Уродливая тварь». Кажется, что-то похожее было и в старых фильмах по хищнику. Последнее, что мы на сегодня проверим, тоже связано с хищником. Как вы можете знать, хищник коллекционирует череп противника после своей победы. Но не все персонажи имеют одинаковое строение скелета. В нашем эксперименте мы как раз проверим, что будет, если собрать череп различных существ, не имеющих человеческий череп. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...